Сотрудники ДПС в полном составе, плюс дополнительные силы ППС, вне ведомственной охраны и инспекции по делам несовершеннолетних. Единый день безопасности каждую пятницу уже не новость для Ленинск-Кузенчан. И, казалось бы, давно пора научиться не нарушать правила дорожного движения, тем не менее находятся автолюбители, которые по-прежнему не знают, как правильно вести себя на дорогах. В данном мероприятии было выявлено 115 административных нарушений. Один водитель был привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянений. Два водителя за управление транспортным средством без водительского удостоверения. 19 водителей за статью 12.18 «Непредоставление преимущества при проезде пешеходных переходов». 4 водителя за перевозку детей пассажиров без специальных удерживающих устройств. 31 пешеход за неправильный переход проезжей части на установленном месте. Кстати, 4 нарушения правил перевозки юных пассажиров были выявлены в ходе профилактического мероприятия, который проходит в Кузбассе с 4 по 15 марта. Вблизи общеобразовательных учреждений, таких как школа номер 20, детский сад 19, 28, была проведена массовая проверка водителей на предмет выявления правил нарушения перевозки детей в салонах автомобиля. В ходе данного мероприятия было задействовано 10 экипажей ДПС, 20 сотрудников. В ходе данного мероприятия было выявлено 4 правонарушения данной статьи. С водителями в ходе данного мероприятия проводились беседы, раздавались листовки, демонстрировались фильмы по использованию детских удерживающих устройств. Хотелось бы обратить внимание родителей, водителей при перевозке детей, соблюдайте правила дорожного движения, не рискуйте жизнями детей. И водители, и пассажиры должны помнить, ребенка в любом случае нужно перевозить в специальном удерживающем устройстве. Независимо от того, передвигаетесь вы на личном автомобиле такси или даже в авто знакомого. Почему ребеночка так перевозить? Ну а как мы будем его перевозить? Я же не супруга его, я просто его знакомая. Он же не может два кресла в машине. Да можно хоть три кресла поставить в машину. Ну а как если бы он нас просто подвез, допустим? Нельзя так возить. Ну нельзя так возить. А если, не дай бог, он попадет в какую-нибудь аварию и ребенок пострадает, то тогда будет что? Забывая об элементарных правилах безопасной перевозки маленьких пассажиров или экономии семейный бюджет, родители зачастую рискуют здоровьем своих детей. К тому же штраф за подобные нарушения равен стоимости одного удерживающего устройства. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова